Всем привет, друзья и гости канала. Мы продолжаем с вами играть на карте Варваровка. Сегодня со мной играет, как всегда, Иван. Ну и в общем, друзья, 11.30, мы уже почти закончили это поле. Я тут поработал, в общем-то. Так, поехали, можем дальше. Да давайте, в принципе, работника поставим. Вот, я работаю за фигачек. А мы, друзья, с вами сегодня будем начинать собирать солому. Вот, сейчас мы арендуем с вами, возьмем в аренду волковую жатку, чтобы было проще нам эту всю солому. Вот, и скорее всего будем ее в тюки, да, или будем ее в этот. Все, нах. Мы, наверное, и будем в тюки, скорее всего, да, друзья? Так, ну, собирать, так, собирать, имеешь в виду. А, да, выезжаю. Так, и для меня, друзья, так, собирать, а, бестяков, хорошо. Так, собирать бестяков, грузовые прицепы, тогда давайте берем, и берем. Так, это вот, покупать или не покупать, друзья. У нас, в принципе, деньги есть, стоит 4 700, я думаю, стоит будет купить. Так, Иван, что скажешь, покупаем или не покупаем пока что? Или в аренду берем? Так, хорошо, тогда давайте берем. Вот это от Лизард, да, нашей дневникой фирмы Лизард. Выбор колеш, шурук, мишины давайте. Пока. Стой, подожди. Что там? Какой берем, Иван? Вот этот или... Пока 1,6. Так, 1,6 это какой? А, вот этот имеешь в виду? Так, он будет выгружать на поле, Саулу. То есть он, он вот так сюда загружается и на поле где-то высыпает. Понял? Нет. Да. Я таким работал. Ты что хочешь сделать? На продажу Саулу. Бери его, бери его. Вот этот ПК-1,6? Да. Так, ну тогда в аренду у нас денег тогда не остается. 12 тонн. Так, наберем 612. А ты уверен, что я просто таким работал и он высыпает на поле? Айвов. Так, давайте пока разгрузим. Мим. А, пробав. Сейчас мы там. Так, сделать управляющий, да. Так, тогда давайте разгружать пока что комбайн. Так, а мы пока что с вами, друзья, возьмем боковую сжатку. Боковую сжатку. На брошинке боковая сжатка. Вот. 6,5 метра. Вот боковую сжатку для него взять в аренду. 66. Все. Все, я все абсолютно взял в аренду. Что там этих приказов? Есть что-то? Есть. Тогда можно их будет сейчас. Газончику, если он потянет. А у нас же здесь стоит общая сжатка, да? Да. Да тянет газончик, нефиг делать. Ты, ну, смотри. Так, хорошо, друзья. Поехали. Поехали. У нас, в общем-то, друзья... Так, а сколько у нас стоит солома? Чтобы ее на продажу. Солома, солома, солома. 34. Желатномоческий комплекс. И личное пособное хозяйство. 32. А где это личное пособное хозяйство? Вот здесь, да? Где-то. Так, хорошо. Так, ну, в принципе, сейчас, друзья, мы можем уже отвозить зерно. Вот. А давайте пока глянем, сколько у нас зерна в нашем зерноочистителе. Вот. Возможно, мы даже разыдем его сейчас. Так, где тут глянуть? На поле два прицепа. Так, я подцепил эти два прицепа к дюркам. Ну, в газончик, в чьи-ли. Так, а это никак не пробить, да? Да. Да, пока что-то никак не пробить. Ладно. Так, а сколько у нас стоит жмы? Иван, я всё вижу, тебя там поешь. Сыпь. Да, печальная ситуация. Правильно. А зачем нам светофоры, да? Зачем нам подблюдать правила? Так. Зачем? Так, работник закончил работу. Давайте мы это собираем. Так, и сейчас, друзья, мы отмезем, скорее всего, либо на продажу зерно. Так, я хотел посмотреть, сколько у нас жмых стоит. Жмых у нас, значит, где у нас жмых? Так, соевые, торга, и у нас мука. А где же я имел тут жмых? Вот, жмых. Жмых примерно стоит, как салона, да? Так, ну хорошо, может быть, когда и жмых продавать. Жмых, это, я так полагаю, зерновые отходы. Да не полагаю, это и есть зерновые отходы. Так, а сколько у нас очищенное зерно стоит? Очищенная пшеница и обычная пшеница. А, ну и тут, понятное дело, гораздо дороже очищенная. Всё, хорошо. Выгружаемся, и можно будет собирать салон. Вот, культиватор, вроде бы, у нас есть. Вот, только у нас стелки нет. Единственное, что у нас нет стелки, стелку нужно будет потом купить. Думаю, возьмём червоную зерку с ней. Вот, она недорогая, в принципе, так что стоит в районе 17 тысяч, да? Так, всыпимся мы, наверное. Сейчас, давайте глянем, сколько у нас сеялка стоит. Сеялки, так, сеялки, басы. Так, червоная зерка. Зерка 7 тысяч, в принципе, такая селка стоит. 3,6 метра. Ну, у нас есть... А, разницы у них особо так никакой, да? Она и горох сеет. Ну, короче говоря, тунь у них это сеет. Так, хорошо, давайте мы пока что отвезём урожай. Вот, пока что отвезём урожай. А, Иван, а вот этот прицеп синий у нас, не синий, а зелёный, у нас в аренде или нет? Ага, то есть он у нас куплен. Хорошо. Так, когда нам тут зарулить, что-то? Мы поместились. Так, а скорее всего, мы вместе сюда. Будет это всё дело объезжать. Так, добро. Так, хорошо. Здесь. Так, а у нас точно не пишет, сколько тут тонн? У нас переработано. Может, где-то здесь или вообще наверху? Да не, наверху не пишет. Так, хорошо. Ставим, когда мы эти прицепы на базу. Сместим с газончиком. Почему-то мне всё время хочется газончик назвать зелёк. Вот так привык зелёк. Так, хорошо, отмолочили мы. Да, может, у нас есть культиватор, в принципе. Так, куда-то отсюда мы у него прицепы поставим. Иван, я отцеплять прицепы не буду. А, у нас же стоит ручооцепка, точнее. На имею в виду вот эти два прицепа я разъединять не буду. Ну, хорошо, просто отцепить газончик, да и всё. Так, а ты где? Я на базе. А, вон, вижу. Вижу. Сейчас отвожу комбайн. Нашу милу из К5. Которая так хорошо потрудилась. А ты где там, Иван? Ну, мы его жатку заварили. Или милёт? Ну, лучше, конечно, с ней. Так, у комбайна, между прочим, уже солярка почти закончилась. Конечно, я бы по-хорошему не заправил. Так, наверное, бери... То есть, по 50 вот это? Да нет, бери-то, наверное, газончик. Это газончик у нас, да? Для зелоку. Газончик. Наверное, бери газончик и едь завалковой. Ты, в принципе, должен покинуть завалковую. А, в смысле, на машине жат? Да. А я... А нас там по-другому уровню цепляемся, нет? Нет. Ну-ка. Ну, как-то это будет странно выглядит, но всё-таки тут по реализму играем. Быстрее будет зато. Ладно, на горбанке работает по реализму. Тогда поехали, друзья. Была не была. Надеюсь, подпрыгнется. Хотя... Посмотрим. Нам бы сейчас хоть делиться работать, продержаться. А может, и так пособираешь, а его? Да неудобно. И тем более, ты и взял её уже. Здорово. Вечером приём. Футбол играть нужно на футбольное поле. Ребят, коллег. Вот, кстати, ещё она, друзья, бригада. Вот, на которую, возможно, если к нам ещё кто-то зайдёт, будут работать ещё ими. Так, а сюда поворачивать можно? Вот, шлагба, шлагба опустился, всё, значит, поезд едет, а не едет вперёд. А ты думал, проскочек, да? А я зацепился этим. Рекланды везти потом будет. Да, везти, 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 везти её надо на... Сейчас скажу. Салона. Так, личное пособие. Личное пособное хозяйство. 32, и цена растёт. Это там, внизу, с краю, как? А-а-а, живот... Животник. Какой-то тут комплекс животничный. 35. А, ну и тогда давай туда. А, туда ближе, да? А-а-а, ну да. Даже вот наоборот, какие-то копии. Какая-то там цена опарывает. Ну, знаешь, Егор. Пока есть, то у А-а-брач. Вот только где он, я вот не вижу его. Так, ну, конечно, это всё максимально странно. Выглядит, но зато... И мы бы, наверное, быстрее бы... Слушай, Егор... Предлагаешь, предлагаешь ещё на газончике работать, да? Э-э-э, да. Э-э, и смотри, мы бы, наверное, быстрее... Ещё бы справились, если бы взяли бы... ФН-1-2-А. Вот это вот слово быстрее, мне вот так не нравится. Да не, Егор, тут ФН-1-2-А. Вон, посмотри, что это. Да, погоди, чтобы... Не на переезде же мне оставались. Так, ФН-1-2, это чего у нас? Курсовые прицепы... ФН, ну да, я этим и хотел. А, так что-то я же не сказал. К нему ещё потом прицеп сцепляется. Ну, мы же уже взяли вот тот вот, да? Ну, так можно Ларинд уже взять. Тут не просто будет быстрее, чем с этим. А тот сдать? Ну да, попадай сначала... Ну, тогда и прицеп брать в аренду. Ну, нажмём. А зачем прицеп? У нас же прицепы наши. Или они подходят? По-моему, подходят же. А он, наверное, солому не перевозит? Не, он солому тут не перевозит. Тут видишь... О, можно ли потом прицеп какой-то ещё. Ну да. Так, тогда берём, тогда этот фургон. Раз. Я взял и вот это вот. Я взял в аренду. Есть. Замирай. Лена, подожди, я ещё не знаю, куда это ставить. Ну, короче, пока я просто оставлю на поле тогда. Лена, поле, а где-то там с краю. Ну, ладно, на-на, с краю пола. Нам бы на трактор ещё не заработать, потому что один трактор всё же. А хотя чего это? Я могу сейчас на Т-150 работать. Ну вот. Я мог вообще на Т-150 съездить, да, вот, в шапке. Так, хорошо работаем, друзья. А вот что-то такой прицеп взял. А это сочетание, это вы с этим прицепом? Да, так нам же есть отдельная подборка? Нет, на нём нет отдельной. есть да 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 поверь мне Егор я на нём работал я знаю что это такое ну попробуй ну так можешь плюс минус по реализму с поиграем ну да вот вилла или практически не посмотри а ну лейтинг ну а ну тогда ну тогда работаем на этом да конечно можно и всем тоже да нет это тогда сдаём работа на этом но тут пока остатка раньше но то есть управлять так такое нет такая трактор еще да он так это могут быть употреблены за не потянет почему это потянется нет вообще там сколько 80 60 так а при этом а при этом еще 36 это это 30 тысяч литров так все цепляет цепляет 50 у меня глаза болят смотреть как такой газол тащит это и и и и и и и круглый а она туда есть кто сердце ну когда как так садимся на 150 как кредит отдавать вот внизу а как смотрит на дончик так есть поехали друзья да я конечно тем как по 50 и чувствую буду долгая может таки газончиком а не надо может тоже наезд я понял ну чё на карбане мы вообще поехали вот такая у нас неспешная работа потом вечером спидывайте на чай так что по gps ну смотри два волка как раз он собирает как раз на полное 15 км в час он даже наемный работник работает так а тогда зачем я это делаю в акуне он сколько метров собирает нет а сколько он собирает нет не знаю получается тогда я зря не знаю но он получает то что было ну а направит проект долью до конца заеду но спешить сдавать пока не будем да вдруг так так ну как то мы вам да нет пока одну дорожку хватает на ныне получается поэтому на одну поэтому не зря поэтому не зря поэтому не зря он на один волос да получается угу хорошо тогда я уж был разочаровался так так тогда продолжаем работе друзья вот таким вот неспешным трудом вот я думаю вот потом будем стримы поворотов не делать да? да так а че у нас вообще мы есть да gmdx9 сейчас продается только по облигации остается да так 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 чтобы было как так как ротовой это но не думаю но не потому как я могу не знаю Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас я буду с вами на этом прощаться, встретимся с вами в следующей серии на следующем стриме, будем продолжать здесь работать, развивать наш колохоз, подниматься. На этом всё, всем удачи, спасибо за внимание и всем пока.